Если коррупции не на поверхности и не видна глазу обывателя, это еще не значит, что ее нет. В 2015 году прокуроры региона серьезно активизировали работу по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции. Выявлено более 2000 нарушений должностными лицами. Возбуждено 12 уголовных дел. Уже десяток чиновников расстались со своей должностью. Летом средства массовой информации рассказывали об увольнении заместителя начальника управления организации перевозок и транспортного обслуживания регионального департамента дорожного хозяйства и транспорта Ирины Егоровой. Госслужащая предоставляла недостоверные сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. В частности, Егорова не отразила в справке финансовые обязательства, связанные с приобретением автомобиля Jeep Cherokee и передачей ей его в пользование по договору лизинга на общую сумму более полутора миллионов рублей. При этом было установлено, что размер ежемесячного лизингового платежа в совокупности с иными кредитными обязательствами превышает ежемесячный доход семьи Егоровой. Подтверждение иных источников, за счет которых чиновница исполняет ее финансовые обязательства, предоставлено не было. Уволено в связи с утратой доверия. С той же формулировкой уволен Роман Малозин, заместитель главы администрации городского округа Шуя. Он принимал участие в аукционе в качестве члена комиссии, где претендентом на участок земли являлась его супруга. На языке закона это конфликт интересов. Светлана Смирнова, начальник управления по делам наружной рекламы, информации оформления города администрации Иваново, потеряла работу из-за несоблюдения ограничений и запретов, установленных для муниципальных служащих. Являлась участником двух коммерческих структур и сведений об этом не предоставила. Причем одна из фирм занималась рекламой, как и возглавляемая Смирновой управление. Это означает, что муниципальный служащий не принял мер для предотвращения конфликта интересов. Под конфликтом интересов на государственной и муниципальной службе понимается такая ситуация, когда личная заинтересованность государственного или муниципального служащего может повлиять на осуществление им своих должностных обязанностей и, соответственно, будет ненадлежащим образом исполнена должностная обязанность, что может в конечном итоге нарушить права и законные интересы иных граждан, либо интересы государства и общества. Конфликт интересов прокуратура выявила и в действиях бывшего главы администрации Фурмановского муниципального района Дмитрия Ключерева. Контракт на ремонт пожарных гидрантов был заключен с юридическим лицом, где учредителем являлся его сын. Одним из исковых требований прокуратуры было расторгнуть контракт с Ключеревым в связи с утратой доверия. Однако муниципальный служащий всех опередил и уволился по собственному желанию. Вопрос законности таких действий еще будет рассмотрен. А чисто теоретически Ключерев может снова претендовать на оставленное рабочее место. Названное лицой вправе участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации Фурмановского муниципального района, если будет соответствовать тем требованиям, которые выдвигаются к данной кандидатуре. Подвергся прокурорской проверке и не прошел ее начальник Департамента природных ресурсов и экологии Александр Петелин. По нашей информации он продолжил заниматься бизнесом, став госслужащим. В августе он покинул свой пост. В Российской Федерации установлен запрет на занятие предпринимательской деятельностью в отношении данных категории лиц. Это установлено, во-первых, в статье 14 Федерального закона о муниципальной службе и в статье 17 Федерального закона о государственной гражданской службе. И, конечно, это связано в первую очередь с тем, чтобы у нас не было злоупотреблений. Государство видит разделение полномочий должностных от предпринимательской деятельности. По нашей информации надзорный орган проверил еще одного высокопоставленного чиновника, члена правительства Евгения Астафьева. Ходят слухи, что он допустил конфликт интересов. В настоящее время в адрес губернатора прокуратурой направлено представление. Правоохранительные и надзорные органы не дремлют. Увольнения чиновников стали результатом совместной работы управления ФСБ и прокуратуры области. Так называемая текучка кадров во властных кругах уже никого не удивляет. Одни сменяют других, уходят, как правило, бесславно. Неплохо бы для слуг народа расширить перечень заповедей. И к известному христианскому «не укради» добавить, например, «правильно продекларируй, не купи на большую сумму, чем зарабатываешь», чтобы машины и дорогие дома не становились поводом для разбирательств. Елена Белова, Денис Денисов, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.